Музыка Этот танк участник боёв за нашу белорусскую землю в 1943 году. Его боевой путь, как ещё десятков и сотен боевых машин, был труден и славен во время Великой Отечественной войны. День добрый, мать и Беларусь! Кончается твоя чёрная ночь. Над твоей горящей землёй уже поднялась заря освобождения. День добрый, братья! Первые бои за Беларусь развернулись в междуречье Днепра и Припяти на территории современного Брагинского района. Здесь, в составе 61-й армии, за белорусскую землю сражались танкисты отдельной 68-й танковой бригады. Бои шли не одну неделю. Населённые пункты неоднократно переходили из рук в руки. На острие атак советских войск были легендарные танки Т-34. Борьба там шла большая, и особенные техники, и танки. И вот мы обнаружили в пойме реки Днепр, там такой был приток, обнаружили танк. И только была видена одна пушка. И мы решили всё идти с тем, что район такой героический, восстановить памятник. Установить танк на постамент оказалось нелегко. Чтобы поднять эту бронированную боевую машину из болота, понадобилось два года. Первый год мы не могли его вытянуть, потому что его всосало песок и рвались тросы. Потом мы обратились в Белорусский военный округ, нам помогли. Танк из поймы Днепра поднимали всем миром. Офицерам и солдатам Белорусского военного округа активно помогали жители Брагина. Через год на площади в Брагине мы восстановили этот памятник, как память именно освобождения, начало освобождения Республики Белорусс от немецкого фашиста-польщика. А танк конь из-за звезды на мунтире, под Прохоровкой ранен был в бою. Спасибо тебе, Т-34, за боевую молодость мою. Вряд ли кого-нибудь сегодня можно удивить военным танком, стоящим на постаменте. Такая мемориальная композиция давно стала одним из общих символов нашей победы в Великой Отечественной войне. Но легендарный танк Т-34 в Брагине – это не просто символ памяти о войне, это символ нашей победы. И сегодня он, конечно, смотрится по-другому. Люди приходят, смотрят, разве что именно может этот танк и унес маленькую долю освобождения нашей Республики. Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, будем жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова